добрый день дорогие друзья и любимые клиенты магазинов самогонных аппаратов колба меня зовут трудов сергей я руковожу обучение в нашей компании а также веду для вас этот youtube канал в этом видео у нас будет разобрана такая вот тема каким образом чистить колпачковые колонны колпачковые колонны как вы знаете бывают с нержавеющими колпачками а также бывают с медными колпачками если в случае с нержавейкой они практически их ну и не нужно чистить особо то в случае с медными колпачками они потихоньку потихоньку но абсорбируют на себе различные сернистые соединения которые делают их блеклыми тусклыми и собственно осаживают на них вот эти сернистые соединения так что если ваша колпачковая колонна загрязнилась конечно же ее нужно будет почистить я специально дождался этого момента потому что недавно у меня вышел спор с одним из комментаторов не на ю тубе а где-то вконтакте по моему в какой-то группе мы спорили так вот наши позиции разошлись я считал что колпачковые колонны можно чистить именно медные колпачковые колонны только залив в них внутрь а колпачковых колонн лимонную кислоту раствор то есть лимонной кислоты а то мой оппонент комментатор утверждал что можно просто взять поставить колпачковую колонну поставить сверху холодильник который является дефлегматором никакого узла отбора не нужно то есть засыпав в воду просто в перегонный куб лимонную кислоту нужной концентрации мы заставляем таким образом колпачковую колонну работать на себя и она сама очищается и в кубе у нас будет тот самый оксид нашей меди которые получаются при чистке таким образом такая вот синенькая водичка если кто-то очистил медную рпн он прекрасно знает о чем я говорю я говорил что это невозможно потому что лимонная кислота в принципе не испаряется из куба испаряется вода мне утверждали обратное что можно почистить и так так вот сегодня мы проведем с вами эксперимент и посмотрим каким же образом можно очистить колпачковую колонну это видео сейчас как раз таки вовремя я дождался пока она у меня загрязнилась и она достаточно актуально объясняю почему сейчас у нас август 2022 года и у нас скидки на колпачковые колонны полтора два и три дюйма на все колпачковые колонны которые вы можете найти в нашем магазине скидка будет 2000 рублей единственное что нужно либо продавцу сказать промокод либо в приложении или на сайте ввести промокод август 22 и таким образом вы получите скидку на колпачковую колонну размером 2000 рублей друзья 2000 рублей это достаточно немало поэтому рекомендую к сезону приобрести себе колпачковую колонну со скидкой и в этом видео вы узнаете как ее чистить итак переходим на кухню и попробуем сначала сначала попробуем то что мне предлагали попробуем сделать вот такую вот замкнутую систему замкнутую систему в которой колпачковая колонна по идее должна бы очиститься а потом если уж не получится попробуем по моему способу переходим на кухню друзья и начинаем в первую очередь подготовим раствор лимонной кислоты здесь у нас примерно 3-4 литра воды и мы берем самую обычную лимонную кислоту которую купили в супермаркете мы высыпаем всю пачку дозировка приблизительно 10-15 грамм на 1 литр но как раз получается целая пачка потому что нет смысла держать меньше я считаю лимонную кислоту используют только для очистки меди после своего хобби теперь надеваем колонну которую я заранее уже собрал здесь у нас куб от воины 6 колпачковая колонна 10 лекс и и переходы потому что выход 2 дюймовый аккуратненько ставим защелкиваем обруч все должно быть у нас стандартно как при обычном смогу на варенье одной рукой делать немножко неудобно но да ладно ничего страшного вот такая конфигурация нас получилось клопачковая колонна переходники и холодильник как видите узла отбора здесь никакого нету он нам не нужен все в принципе связь атмосферы есть сверху у нас то есть эта система не замкнутая единственное что все пары конечно же будут осажены холодильником теперь наша задача начать все это подогревать вот посмотрите какие у нас колпачки налет на них они темные даже какой-то синий налет здесь в общем когда они только ко мне пришли конечно это были сверкающие медные колпачки очень красиво было а сейчас видите какие-то эти переливы это явно то что у нас абсорбировалась на этих колпачках хоть я и жалел эти колпачки прежде чем на них пускать на перегон я все равно с рпн к перегонял потому что чуть проще чистить лично для меня так вот такая конфигурация три с половиной киловатта пока разогревается так как у нас там вода нас интересует 100 градусов 100 градусов по цели света кипения воды как только вот мы приближаемся к этой отметке убавляем потому что мощность рабочая этой колонны ровно два киловатта теперь вода у нас уже кипит посмотрите колонна запотела это стандартно когда у нас концентрация воды очень большая она конечно же запотевает первые два отсека уже заработали нижние тоже начинают потихоньку потихоньку работать ну барбатаж идет как минимум барбатаж идет этого нам в принципе достаточно сейчас подождем пока все все у нас разогреется все выйдет на рабочую мощность и тогда посмотрим прошло у нас 20 минут такого вот барбатажа после того как колонна вышла на полностью на рабочую мощность и вот такой вот результат по мне так ничего не изменилось вроде бы колонну помыли она стала чуть-чуть почище что ли там нет никакой пыли но тем не менее вот так а это сразу же мы взяли этот раствор который был у нас кубе и залили внутрь колонны буквально через минуту видите еще не все пролилось сверху на нижние этажи потихоньку только до проливается снизу я заглушил видите обычной заглушкой 2 дюймовый и вот такая вот у нас красота получается как будто бы колонна колпачковая как новенькая слили воду чтобы вам было лучше видно и вот такой вот результат так что ребят работает только способ когда мы заливаем полностью колонну на этом все друзья подписывайтесь на канал если не подписаны тут будет много полезных хороших видео